Приветствую вас! Информации о себе вы практически никакой не даете. То есть вы не пишете о том, например, был ли у вас брак, не пишете вы ничего о своей семье, я имею ввиду о своей родительской семье, не пишете вы ничего о том, каковы были ваши первые самые отношения и так далее. То есть информации именно о вас очень мало и, к сожалению, можно только гадать о том, какие аспекты, какие ситуации, мотивы, переживания, стремления вас привели вот к такой вот ситуации. Ситуации, при которой вы оказались, по сути дела, одна. Но я вижу несколько проблем, которые хотел бы обозначить, но обозначая эти проблемы, я сразу хотел бы вас предупредить, что вот решение этих проблем, методика решения этих проблем зависит от того, какой вы человек, чего вы хотите, настроены ли вы на работу, на серьезную работу или нет. Потому что если нет, то ситуация такова, что ну просто вы вот послушайте рекомендации наши и в принципе будете себе дальше жить. И может быть у вас получится выстроить отношения, а может быть и нет. Итак, давайте прочитаем ваш вопрос. Мне 33 года, врач. Шикарная женщина, по словам окружающих. Честно говоря, такой себя я сейчас. То есть вы знаете, что вы шикарная женщина. У вас нет проблем с самооценкой. Вы умеете себя подать, вы умеете себя преподнести. У вас, судя по всему, есть четкий, хороший алгоритм поведения по отношению к другим людям. И, в общем-то, четкий, хороший образ, который вы формируете у этих самых людей. Это первый момент. Почему я на нем заостряю ваше внимание. Дело в том, что образ того, как вы видитесь другим людям, совсем не означает, что вы действительно вот такая, какая вы есть. И поэтому надо бы для начала определить, насколько совпадают вот образы, образ, который вы выстраиваете у других людей, и образ вас самой. То есть ваша реальная совокупность, черт, характера, личностных качеств и так далее. Это вот тоже важный момент. Далее. Приехала сюда вместе с перспективным молодым человеком, но он очень изменился здесь, винил меня во всех неудачах, затем начал поднимать руку, в общем, расстались. Давайте так. Перспективный молодой человек. Сама эта формулировка как бы намекает, что вы ожидали от человека какого-то поведения по отношению, например, к себе, по отношению, например, к вашим, значит, дальнейшим планам в жизни. И вообще-то говоря, вы возлагали на него надежды. Эти надежды не оправдались. Здесь сразу возникает вопрос. Перспективный мужчина – это не любимый мужчина. Перспективный мужчина – это мужчина, который вам подходит по интересам, по ожиданиям, по каким-то взглядам, по соображениям, но не по чувствам. И отсюда, логично предположить, насколько у вас с этим перспективным мужчиной были искренние отношения. Как вы его воспринимали? Кем он был для вас еще, помимо того, что он был перспективным? Важный момент. И что самое интересное, что помимо того, что вы написали, что он изменился и так далее, вы сказали, что он именно перспективный. То есть, для вас это самое главное – перспектива. Перспективы, то есть, иначе говоря, возможности для развития – это не что иное, как проявление полезности по отношению к другому человеку. То есть, вы воспринимали его через призму полезности. И он чувствовал от вас это, что вы воспринимаете его через контекст полезности. И из-за этого, кстати говоря, вы могли давать ему понять, что вы воспринимаете его только через культуру полезности неосознанно. Но именно это могло стать причиной того, что он обвинял вас во всех неудачах. Потому что именно на вашем фоне у него эти неудачи вызывали наиболее сильный отказ, сильную негативную реакцию. И руку он на вас поднимал именно потому, что пытался принизить свои неудачи в своих глазах. А для этого нужно было принять вас, потому что вы для него были значимым аспектом своей успешности. И, ошибаясь, он понимал, что вы будете думать о нем только хуже. И не мог этого выносить. Да, мужчина оказался слабым. Да, мужчина оказался, может быть, не тем, кто вам нужен. Но здесь, полагаю, проблема не в том, что он изменился и стал винить вас во всех неудачах и поднимать на вас руку. А в том, каковы у вас были изначальные отношения с ним. Это очень важный момент. Далее. После этого были два взаимоотношения, пишите вы, которые неплохо начинались и имели все предпосылки на развитие, но заканчивались. Скорее всего, у вас закрепилась какая-то негативная линия поведения. То есть, вполне вероятно, что вы, может быть, перестали бояться, перестали доверять мужчинам, прошу прощения. Может быть, у вас изменилось представление о себе после этого случая. Может быть, вы сравниваете мужчин со своим молодым человеком, к которому вы приехали. Возможно, вы не хотите выходить из своей зоны комфорта. Кстати, про зону комфорта вы там дальше говорите. И я вам сейчас об этом также скажу. Но тот факт, что отношения заканчивались, говорит о том, что ваше поведение в этих отношениях деструктивно. Два мужчины, как бы, два раза вы пытались начать отношения и оба раза они прекращались, это уже не ваши мужчины. Это уже, к сожалению, проблема в вашем поведении. И не обязательно проблема во всем. Вы шикарная женщина, вы врач, вы живете в Европе, вы молодец. Но это не означает того факта, что какие-то аспекты могут быть неверны в вашем поведении. Это стоит проанализировать и скорректировать ваше поведение, подкорректировать его немножко. Далее. Вы пишите, что я договаривал о более серьезных планах парня сливались. Значит, либо вы договаривались слишком быстро, рано, либо вы чересчур давили на парней, они чувствовали себя слабее вас. Здесь, если вы хотите быть в отношениях, нужно учиться, уметь быть слабой, уметь не проявлять инициативу самостоятельно, как это делаете вы, а нужно уметь быть слабой и позволять проявлять инициативу им, чтобы они чувствовали себя мужчинами. Вот, вполне вероятно, что эти парни как раз таки не чувствовали себя мужчинами рядом с вами. Ну и не нужно забывать, что вы живете в Европе, а в Европе немножко другие люди, другие мужчины, и там совсем другой менталитет, другая линия поведения и другое восприятие женщин. Если вы приехали из России, то русская женщина европейцами воспринимается несколько негативно, потому что для европейцев русская женщина во многом непонятно, во многом способствует разрыву шаблона и, в общем-то, вводит их, к сожалению, в ступор. Вот, это тоже нужно учитывать. То есть, вполне вероятно, что вам нужно подучить менталитет тех мужчин, среди которых вы живете культуру, традиции, чтобы лучше понимать именно подход к ним. Потому что то, как вы вели себя, например, в России, то, как вы вели себя до 27 лет, как вы вели себя 27 лет, сейчас не подходит. Вот такая модель поведения не подходит, если вы живете в другой стране. И важно, чтобы вы эту модель поведения скорректировали, делая акцент именно на том, что вы в другом государстве среди других людей. Далее, значит, много раз читал советы о том, что надо расслабиться и получать удовольствие от отношений. Ну, я не знаю, какие советы вы читали, каких психологов, но это именно тот совет. Профессиональные психологи не дают советов, профессиональные психологи помогают человеку понять себя и самому выбрать свой новый путь жизни, новую линию поведения. Поэтому данный совет является, к сожалению, непрофессиональным. И, по большому счету, направлено на то, чтобы вам сказать, насладайтесь каждой секундой. И ни о чем не думайте. В принципе, это правильно. В принципе, это правильно. Но не стоит возводить это в икону. Не стоит возводить это в идеал. Поэтому данный совет стоит рассматривать как рекомендацию, как инструмент, но не как стиль поведения. Вы пишете, что у вас не получается. И это нормально. Потому что вы хотите от мужчин довольно-таки определенного. И вы не можете это получить. И не имея возможности это получить, вы, естественно, начинаете разговаривать про перспективы. Мужчинам это не нравится. И они от вас отдаляются. Другой вопрос. Почему вы этого хотите? Другой вопрос. Вот вы говорите. Если я не вижу их развития, перспективы. Значит, сейчас предложение и т.д. У меня при этом приходят мысли, что человек со мной в ожидании лучшего варианта. Вот здесь, при всей вашей шикарности, при всей вашей успешности, я наблюдаю неуверенность в себе и заметенную самооценку. То есть вы считаете, что вы шикарная женщина по словам окружающих. И несмотря на то, что вы такой себя ощущаете, вы в себе сомневаетесь. А это означает, что вы сами понимаете, что тот образ, который вы создали в глазах других, не является настоящим воплощением вас. То есть вы на самом деле другая. Ну или так вам кажется. И вот эта разность в этих двух ипостатях, причину заниженной самооценки. Потому что вы считаете, что человек в ожидании лучшего варианта, значит, вы не лучший вариант. И нужно разбираться. Понимаете, в чем дело? Пример вашей ошибки довольно прост. Вы говорите, если я не вижу развития, перспективы, феховцы или предложения. Но вы же понимаете, что для каждого мужчины, для каждого человека, подобное является очень индивидуальным. В частности, европейцы с этим вообще никогда не спешат. Например, в Германии люди могут годами жить, и только к 30 годам они могут начать жить вместе. Только начать жить вместе. Я не говорю про супружество. Могу ошибаться, но там очень поздно создают семью. И русские женщины от этого, в частности, очень сильно страдают. Они не понимают, почему так долго мужчина тянет время. И вот это нужно учитывать. Другого человека. Вы на свои желания ориентируетесь, а не ориентируетесь на другого. И получается, что у вас не любовь, когда вы хотите делать все для человека безусловно, да, наслаждаясь каждым мгновением с ним, о чем я говорил. Но при этом не вредя себе, не вовред себе. А получается, что вы воспринимаете человека как средство. Вы говорите, в секторе, зачем, для чего. Предложение, зачем, для чего. Для чего вам предложение? Для чего вам семья? Что она должна нам дать? Понимаете, семья не может быть средством. Семья не может быть средством для получения чего-либо. Семья не может быть самой целью. Семья – это естественная форма развития отношений. Так вот, можно расслабляться и получать удовольствие в отношениях только тогда, когда вам в них хорошо. Когда вам, мужчина, ваш партнер, не несет вреда. Вреда фактического. Понимаете? То есть, не того вреда, когда мы говорим, например, о том, что он не удовлетворяет ваши потребности. Нет, не этого вреда. Это ваши потребности. И ваши потребности, которые вы пытаетесь удовлетворить через брак, например, и так далее, еще нужно вам осознать и сделать с ним свой самостоятельный шаг, не впадая в зависимость от мужчин. А фактический вред – это вред, который означает притеснение вас. Это вот все-таки разные вещи. Хотел бы, чтобы вы эту разницу почувствовали. Далее. Значит, вы пишете, что… Значит, вот вы чувствуете, что человек с вами. В ожидании лучшего варианта. И начинаете разговор, что хотите серьезных отношений. Продвижение. И с ответом «Я не готов. Я не готов. Занавес». Понимаете как? Если вы хотите развитие, если вы хотите серьезных отношений, то вам надо спросить, во-первых, себя, для чего они вам… Об этом я сказал. Во-вторых, собственно, спросить себя, а с чем свято мое поведение? Почему я завела разговор о серьезных отношениях? Потому что я считаю, что человек со мной в ожидании лучшего варианта. Так я этим разговором о серьезных отношениях пытаюсь доказать себе, что я для него лучший вариант. А почему я должна ему что-то доказывать? Я что, не уверен в себе? А доказывала ли я что-либо, если бы я не чувствовал себя не лучшим вариантом? Если бы я чувствовал себя лучшим вариантом, стало ли бы я доказывать что-либо? Стало ли… Стало бы я заводить этот разговор? Вот так нужно вам делать постановку вопроса. И вы очень быстро увидите, что для вас заведение подобных разговоров не только как бы отбирание у мужчины инициативы, но и средство доказать что-то себе. Средство избежать возможности того, что вам дадут понять, что вы не лучший вариант. То есть вы боитесь тех представлений о себе, новых представлений о себе, которые у вас могут появиться, если вам дадут понять, что вы не лучший вариант. То есть, опять же, вы не уверены в себе. И вот эта неуверенность вас огложит. Да, может быть, это неуверенность связана с молодым человеком, с которым вы приехали в Европу. Может быть, эта неуверенность была у вас изначально. Потому что, опять же, вы говорите перспективный молодой человек. Ни любимый, ни самый родной, ни самый лучший. Нет, перспективный. Вам нужно посмотреть на ситуацию тогда так. Каких вы отношений хотите? Отношений полезности или отношений чувств? Если чист, то человека надо принимать таким, как он есть. Делать для него все, что вы можете. Не забывать при этом себя. Не вредить при этом себе. Но все свои потребности удовлетворять самостоятельно. Если, например, мы говорим о сексе, то встречаться можно только ради секса. Я не думаю, что в этом проблема. Но любящий человек независим. Вы же как будто ждете, что мужчина даст вам то, что вам нужно. Это не есть правильное. Далее. Очень хочется думать, что просто были не мои мужчины. И тот самый скоро придет. Ну, вы знаете, вот с учетом того, как вы избегаете вот этой вот проблемы, проблемы уверенности в себе. И с учетом того, как вы воспринимаете мужчин, я боюсь, что тот самый не придет. Потому что вы в любых отношениях будете бояться, что вы не самый лучший вариант. И в любых отношениях начнете давить на мужчину. С учетом того, что вы живете в Европе, вам будет довольно сложно найти такого мужчину, европейца, который бы согласился с тем, что вы будете на него давить. Здесь для вас вариант либо искат русского, либо лучше понимать европейских мужчин и корректировать свое поведение, либо становиться более уверенной в себе и вести себя на равных с ними. При такой ситуации, при таком проявлении вашей активности женской, при такой подаче себя, вы не можете рассчитывать на равноправие. И отсюда эти мужчины от вас уходят. Честно говоря, я перестаю в это верить и даже появился страх начинать что-то. Поэтому я не активно, не ищу нового партнера. А страх от чего? Вот вы говорите, страх начинать что-то. Знаете, отношения для вас это начало, это работа. В действительности это не совсем правильно. Отношения это легкий, естественный процесс обмена результатами деятельности и общения при этом. А начало отношений, начинание отношений это еще раз не работа, это естественно. Это естественный путь, естественное поведение, это импульс. Но это импульс и поведение уверенного в себе человека, не нуждающегося партнера. Если партнера искать, вы делаете партнера своей целью. И цель мешает вам вести себя естественно, из-за чего вы совершаете ошибки. Партнер не может изначально быть целью. Партнер не может изначально быть средством. Это мешает вам вести себя правильно. И из-за этого вы ведете себя неправильно, из-за этого вы ведете себя более мотивированно и тем самым совершаете ошибки. Мотивированно вести себя вас заставляют ваши желания, которые у вас есть. И вот с этими желаниями нужно поработать. Ну, страхи, неуверенность в себе. Может быть комплекс, который у вас появился после адаптования молодых человеков. Вашим первым молодым человеком. Здесь нужно разбираться. Вы пишите видео, как у других все замечательно складывается и думаете, может проблема во мне. Здесь, помимо всего прочего, что я вам сказал. Проблема заключается в том, что вы ориентируетесь на других. Это еще один симптом проявления вашей неуверенности в себе. Когда человек не готов делать выбор, собственный выбор. Когда человек не готов принимать сам решение за себя. Когда человек сомневается в себе, он начинает смотреть на других, пытаясь найти в них других ключ к своему счастью. На самом деле, другие общества, помимо того, что они пытаются сделать вас такой же, как они. Они пытаются вас подмять под себя, как любое общество. Помимо того, что это общество европейское, а вы не, как бы, европейка, там, в своей особенности отношений. Так вот, помимо этого, общество вводит вас в заблуждение, потому что у других не все замечательно. Вы видите только то, что окрашено вашими желаниями. Вы замечаете только то, чего не хватает вам, чего у вас нет. Аффективно окрашивая это, вам кажется, что эти люди более успешны, чем вы. В действительности это не так. И всей полноты их жизни вы не знаете. Вы не знаете, как эти люди живут. Вы не знаете, что у них творится за кулисами, когда их никто не видит. С чего вы решили, что у них все замечательно. Только потому, что вы видите. Даже если вы увидите счастливую пару, которые мирно гуляют в парке с ребенком. Вот они зашли за угол дома. И, кто знает, может быть, они начали ругаться, ссориться и драться. Вы этого не можете знать. Далее, хотел бы привести вам еще один такой пример. Если вы голодный и увидите, как другой человек что-то ест. Вам будет казаться, что этот человек счастлив, если у него есть самое дорогое и ценное. Почему? Потому что в этот момент у вас есть острое желание. И, естественно, вы не знаете, что, может быть, человек болен, что еда это не приносит ему удовольствия. А, может быть, это не любимая его еда. На все это вы внимания не обращаетесь, идеализируя то, чего нет у вас. И вот, как бы, мотив идеализировать в том, что вы переживаете фрустрацию. Именно фрустрация заставляет вас вести себя так с мужчинами. Именно она определяет так качество ваше поведение, делая вас не свободным. И если вы не свободны, то вы и отношения нормально выстраивать не сможете. Для этого сперва нужно освободиться и не руководствоваться тем, чего хотите именно вы. Не руководствоваться своими страхами, потому что человек, который боится, также не может быть равноправным партнером в отношениях, каким вы хотите быть. Далее, нужно определить вашу женскую модель поведения. Какая она? Искорректировать ее, исходя из ваших запросов, исходя из мужчин, которых вам нравятся. И исходя из того, какая модель отношений у вас вообще есть. Исходя из ваших ценностей, исходя из ваших взглядов. Потому что, допустим, модель поведения у вас может быть одна, а мужчины могут быть другие. И при таком раскладе, конечно же, отношения ваши складываться не будут. Если вы, например, человек, который любит брать на себя ответственность, который лидер, то вам нужен мужчина, ну, как минимум, ведомый. Если вы выбираете другого лидера или достаточно слабого мужчину, то этот человек, скорее всего, с вами не выдержит и уйдет. Это тоже нужно учитывать. То есть, сперва, вот так. Ваша модель женского поведения, ваш образ мужчины, что вы можете дать мужчине, что он вам должен дать, по вашему мнению, и почему он должен быть именно слабым. Далее, работа над самооценкой. То есть, вы выписываете свои качества личностные и работаете над негативными. Какие из них вы себе не принимаете, какие из них вы считаете негативными, какие из них вы считаете вам помогают, меняете отношение свое к ним. Принимаете себя, через принятие себя учитесь принимать других. И в обязательном порядке разбор тех аспектов, которые я вам привел. Уважаемая Вера, на этом все. Понимаю, что ответы на ваш вопрос может быть не очень полны, потому что наверняка вы хотели бы получить ответ против того, что проблема не в вас, а проблема в мужчинах. Но раз вы обратились к психологам, то как психолог я вижу у вас вот такие вот настораживающие моменты, если вы хотите действительно быть счастливым в отношениях, если вы хотите действительно обрести свое женское счастье, то на эти проблемы вам стоит обратить внимание, вам стоит выбрать эксперта на нашем ресурсе хотя бы и начать с ним работать. Выбор за вам. В принципе, вы можете и сами над собой поработать в этих направлениях. При желании какого-то результата добиться у вас получится. Ну, а на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!